Как правило, заключительным этапом длительного процесса интеграции в иностранное общество становится обретение права называться гражданином своей новой родины, получение национального паспорта, но даже пройдя все сложности и перипетии, нельзя до конца быть уверенным, что результат будет положительным. Причины отказа в гражданстве РФ могут быть настолько разнообразными, что лучше прежде ознакомиться с ними, а уж потом приступать к смене своей гражданской принадлежности. Почему решение может оказаться отрицательным? Причин, по которым представители иностранных держав стремятся переехать в Россию, существует немало. Значительная часть из них имеет экономическую подоплеку и желание перебраться в более развитую страну с большими возможностями реализовать свой профессиональный потенциал. Основная часть мигрантов – это выходцы из ближнего зарубежья, так называемого постсоветского пространства. Но мало кто из них осознает, насколько сложной и витиеватой является процедура легализации на российской территории. Здесь можно узнать подробнее, можно ли поменять гражданство и как это сделать. Решившись на такой непростой шаг, всегда следует понимать, что принятие либо отклонение прошения о присвоении гражданского статуса зависит от ряда факторов, которые необходимо учитывать. Уже на начальных этапах интеграции в общество. Самые распространенные причины отрицательного исхода дела изложены в Федеральном законе о гражданстве Российской Федерации номер 62 ФЗ, регулирующем все вопросы обретения гражданства, в частности в статье 16 обозначенного документа. Отказ в получении гражданства РФ можно получить, если заявитель своими действиями угрожает безопасности страны или всячески способствует смене конституционного строя в ней, участвовал. Или участвует в вооруженных конфликтах, включая международные, в ходе которых совершал некоторые действия против российских войск или отрядов миротворцев. Сюда же можно отнести и участников террористических мероприятий, экстремистских акций, призывал или вел активную деятельность, направленную на разрушение государственной целостности. РФ, разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды, был подвержен выдворению или депортации, что повлекло за собой запрет на повторный въезд на российскую территорию, предоставил. Фальшивые документы или недействительные данные о себе, является военнослужащим или сотрудником службы безопасности в зарубежном государстве, имеет непогашенную судимость, даже если Она была получена за пределами России, находится в розыске или преследуется компетентными органами в досудебном порядке, находится в местах лишения свободы и отбывает судебный срок. Наиболее часто встречается отказ в гражданстве РФ из-за выявления ложных сведений. В таком случае шансы на успех при апелляции становятся минимальными. В любом случае, до того как подать прошение в миграционную службу, следует еще раз убедиться в отсутствии перечисленных оснований. Безусловно, всегда можно обжаловать принятые решения, но это потребует существенных временных затрат, а итог вряд ли изменится на положительный. Процедура обжалования решения Для того, чтобы иметь возможность подать апелляцию, необходимо затребовать в отказавшей инстанции копию документа, в котором будут изложены причины отклонения запроса. Воспользоваться данным правом ходатайствующее лицо может на основании ратифицированных Российской Федерацией международных правовых соглашений. Так, в частности, согласно всеобщей декларации по правам человека, принятой членами Генеральной Ассамблеи ООН еще в 1948 году, гражданин любого государства может восстановить свои нарушенные права посредством судебного разбирательства. При этом пользование данным правом не зависит ни от национальности, ни от гражданской принадлежности. Кроме того, суд гарантирует заявителю вынесение взвешенного и справедливого решения. Лица, желающие обжаловать отказ в гражданстве РФ, могут обратиться в судебные инстанции федерального значения и на уровне субъектов Российской Федерации. Подается прошение там, где заявитель постоянно проживает, либо на адрес судебного органа, к которому прикреплен данный населенный пункт. Составляем исковое заявление. Документ, на основании которого будет осуществлено разбирательство, должен соответствовать некоторым требованиям, установленным статьей 125 Кодекса административного судопроизводства. РФ. В нем говорится, что Документ должен быть составлен письменно, разборчивым почерком и содержать дату и личную подпись изца. В тексте заявления следует указать информацию такого порядка. Наименование судебного учреждения, куда обращается ходатайствующее лицо, сведения об ответчике и заявителе, информация по вопросу нарушенных прав, перечень требований к ответчику. К письменному обращению в суд должен прилагаться список бумаг, которые предоставляет заявитель на рассмотрение суда. Кроме того, истец непременно должен обозначить в тексте документа, какие именно права были нарушены, ссылаясь при этом на международные акты. Одним из приложений к заявлению должна служить копия полученного отказа. Оригинал данного документа истец должен предоставить суду в ходе проведения разбирательства. Подача прошения. На обращение в судебный орган у заявителя имеется в распоряжении всего три месяца. Точкой отчета является день, когда он был уведомлен о принятом решении. Если данный срок будет нарушен, суд имеет все основания отклонить рассмотрение дела при условии, что истец не докажет, что у него на то были уважительные причины. Подавать ходатайство следует лично либо через законное доверенное лицо. К последним можно отнести родителей, опекунов, представителей, которые выполняют данную функцию на законных основаниях, к примеру, истец воспользовался помощью адвоката. Направить прошения в суд можно тремя способами. Лично в канцелярию, заказным письмом, онлайн, на сайте соответствующей судебной инстанции посредством заполнения специального формуляра. Вместе с тем следует представить копии заявлений и всех сопутствующих документов в орган, который отклонил запрос о российском гражданстве, а именно в ГУВМВД. Если вести все дела будет адвокат, тогда пакет бумаг следует пополнить договором о предоставлении юридического содействия и дипломом об образовании нанятого специалиста. Сюда же прилагается квитанция об уплате пошлины. Если запрос будет удовлетворен, эти средства вернет ответчик. Как проходит рассмотрение прошения? Какими бы ни были основания отказа в приеме в гражданство РФ, на протяжении следующих за подачей заявления трех дней суд должен вынести решение о принятии дела к рассмотрению, либо отказе в проведении. Данные процедуры. Копии принятого вердикта направляются обеим сторонам судебного процесса. Если исковое прошение было составлено неверно, оно может быть возвращено заявителю. Обычно период, когда дело готовится к рассмотрению, и день, на который будет назначено разбирательство, устанавливается непосредственно судом. Тем не менее, по регламенту процедура не может затянуться более чем на два месяца. Обязанность доказать, что отклонение запроса на гражданство было осуществлено без нарушений и имеет под собой законные основания, возложено на миграционную службу, которая и вынесла отрицательное. Решение. В свою очередь, заявитель должен представить суду доказательство неправомерности отказа. Только после изучения всех фактов и документов суд сможет вынести свой вердикт. Нет смысла говорить, что все аргументы должны быть подкреплены справками, свидетельствами и другими документами, составленными в письменном виде. При недостаточной доказательной базе процесс не увенчается успехом, а это означает существенные временные и финансовые потери. Во избежание таких неприятностей лучше еще раз убедиться, что миграционная служба действительно не имела оснований для отказа, а решение ее было предвзятым и субъективным. Отказы при подаче на РВП, ВНЖ и на гражданство. Видео. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok